Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife, меня зовут Александр. Перед вами смартфон долгожданный Xiaomi Redmi 3. Эта модель из новинок является одним из самых бюджетных вариантов от данного производителя. Является младшей версией смартфона Xiaomi Redmi Note 3, является конкурентом для смартфона Xiaomi Redmi Note 2. В общем, очень-очень долгожданная модель, очень интересно было посмотреть, что же это за аппарат. Цена на момент заказа этой модели в Китае примерно составляет около 140 долларов. Сейчас они немножко подешевели. Поставляется модель вот в такой вот коробке. Коробка примерно похожа на коробку от Xiaomi Redmi Note 3. Интересный вариант, 5 дюймов, 4100 аккумулятор. Ну, про характеристики давайте несколько позже. В комплекте есть переходничок под наши розетки и минимальный стандартный комплект. Это зарядка. Зарядка здесь идет на 2 А и microUSB кабель. Больше ничего в комплекте в заводском нету. Из аксессуаров у нас уже есть к этому смартфону бампера силиконовые оригинальные и бронированные стекла, которые можем сразу же наклеить. Модель представлена в размере 5 дюймов. Чем эта модель и привлекает большинство клиентов? Имеет вот такой вот дизайн. По дизайну могу сказать, что мне не очень нравится этот вариант. Модель очень похожа на красный рис предыдущих поколений. Данная модель называется Redmi 3, либо RedRise 3, либо Hongmi 3 и так далее. Очень много разных названий есть в интернете. Ставлена она в виде 5 дюймового дисплея. HD разрешение экрана. Здесь три сенсорных кнопочки. Эти кнопки, сразу скажу, они не подсвечиваются. 5-ти мегапиксельная фронталка, датчики приближения освещения, индикатор и разговорный динамик. Сверху у нас есть микрофон второй, есть инфракрасный порт, есть разъем под наушники. Здесь у нас качелька громкости вверх-вниз, кнопка включения-выключения. Снизу микрофон, микро-USB разъем. И здесь у нас лоток для сим-карты. Лоток у нас такого формата, как трансформер. То есть можно поставить либо две симки, либо одну симку плюс microSD-карточку. Симка здесь идет... Давайте я вам покажу, какого стандарта. Достанем скрепку. Значит, по сим-картам. Здесь идет вот такая вот средненькая симка, это микро-сим. И карта памяти, либо нано-сим-карта вторая. Вот таким вот образом это все реализовано. Смартфон имеет вот такую вот заднюю крышку. Она выполнена из металла. Вот эти вставки, это пластик. Основная камера на 13 Мп и хорошая вспышка. Сразу же хочу сказать, что меня разочаровало в этой сборке. Аналогичная ситуация абсолютно с Xiaomi Redmi Note 3 и Redmi 3. Из-за того, что здесь вот этот вот корпус, он вроде бы не разборной. То есть аккумулятор здесь не съемный. Достать мы его не можем. Но из-за того, что это все не цельный материал, то есть это металл. А вот это вот уже пластиковые вставки. Этот смартфон нельзя назвать идеальным по сборке. Смартфоны Meizu, благодаря тому, что там идет монолитная задняя крышка или из поликарбоната, там таких моментов нет. Здесь, слушайте. Есть некоторые звуки, если брать на береги по диагонали. В целом, плюс-минус то же самое, как было и на Xiaomi Redmi Note 3. Но это все вызвано вот такой вот сборкой смартфона. Данная модель очень интересна. Покажу вам это все в программке Antutu. Набирает эта модель в шестом Antutu 33 тысячи баллов. Это довольно-таки неплохой показатель. Моделька называется Redmi 3 5.1.1 Android. Стоит 8 ядер, графический ускоритель 405 Adreno, HD разрешение, 13-мегапиксельная камера. Здесь 2 гига оперативки и 16 встроенных. Также эта модель поддерживает карты памяти. Эти 8 ядер, они работают на частоте 1,5 ГГц. Процессор Snapdragon 616. Очень интересный вариант. Производительный, хороший. То есть в этом плане, конечно, нареканий никаких быть не может. 5-мегапиксельная фронтальная камера, 10 точек касаний. Непонятен был момент с OTG. OTG работает. То есть можно будет подключить флешку, мышку, клавиатуру. На данный момент смартфоны приходят из Китая с прошивкой с английским и китайским языком. Есть уже официальная стабильная прошивка на эту модель. Она идет с полноценным русским языком. Называется она вот так вот, вы можете видеть на своих экранах. Она не обновляется. Пока что модель новинка. Продукт немножко сыроват. И в этом плане, конечно, его тоже еще один недостаток. Хотелось бы, чтобы компания Xiaomi все-таки делала официальные заводские прошивки. Сразу же с завода такие, чтобы они были с полноценным русским и украинским языком. Чтобы клиент, либо покупатель уже этим не заморачивался. Но те, кто будут покупать у нас, будьте уверены, что прошивка будет полностью с русским языком. И в целом это лучший вариант прошивки на сегодняшний день. Из интересностей. Ну здесь все стандартно. MIUI интерфейс. В настройках есть различные такие интересности. Экран, настройки оттенков и так далее. Можно выбирать детский режим, можно выбирать простой режим для автомобиля. Различные настройки по аккумулятору памяти, управления одной рукой, кнопки подсветки, индикация и так далее. Все реализовано, все классно, все полностью переведено на русский язык. Кстати, русский русским, а очень многие люди спрашивают о том, что есть ли украинский. Да, украинский тоже есть полноценный, без каких-либо проблем в этом плане. Касаемо звучания смартфона, могу сказать, что вот этот вот задний динамик, он хорошо играет. Динамик располагается вот здесь. Это все уже как для симметрии. Разговорные динамики микрофона меня тоже порадовали. Но меня очень огорчил звук этого смартфона в наушниках. Я смотрел некоторые обзоры, рассказывали о том, что звук в наушниках шикарный, там ничем не хуже или чуточку хуже слабее, чем Xiaomi Redmi Note 3. Но я с этим не могу согласиться. Я пробовал различные наушники, различные плееры, различную музыку. У меня такое ощущение, что звучание, во-первых, очень мало баса, а во-вторых, вот эти высокие частоты, они как-то слишком увеличены по громкости и очень неприятны для слуха. Особенно на максимальной громкости он вроде бы очень громко орет, но тем не менее комфортнее немножко снижать громкость, и тогда что-то более-менее получается. Есть тут в прошивке софт по улучшению качества звучания, вот наушно-двуковые эффекты. Но, к сожалению, басы добавляются, но качество звучания от этого слишком не улучшается. Поэтому мне звучание в наушниках не понравилось. Что касается производительности, 616 Snapdragon, 2 гига оперативной памяти, никаких проблем нет для современных игр, смартфон работает четко, быстро, нареканий тут просто быть никаких не было. Идем дальше. Я тестировал GPS в этом смартфоне. Snapdragon всегда достоин в плане GPS приема. В данном случае все тоже на уровне. Я тестировал в GPS тест программке. Она видит, что данная модель поддерживает клона спутники. С GPS не было никаких проблем. Словил он много спутников. Они все используются. Точку на карте он отметил. Тестировал я, естественно, аккумулятор. Аккумулятор это, наверное, один из самых таких нюансов, одна из самых важных характеристик, за счет которой данная модель вообще выезжает, и за счет которой все люди его хотят приобрести и очень интересуются, когда будет, когда уже будет, когда приедет. Аккумулятор здесь при размере смартфона в 5 дюймов и разрешении экрана HD составляет 4100 мАч. Это больше, чем в Xiaomi Redmi Note 3 с Full HD, с другим процессором и с 5,5 дюймовым экраном. Данная модель у меня показала вот такой вот результат. Это 9577 баллов. Это хороший, отличный результат автономности. Это больше, чем у Xiaomi Redmi Note 3. Но это неудивительно, потому что все-таки 5 дюймов, 4100 аккумулятор, HD разрешение. Это классный автономный смартфон, который можно будет не заряжать на протяжении трех дней, довольно-таки в активном режиме пользования. Если пользоваться смартфоном более-менее экономно, то можно и 5 дней его не заряжать. Поэтому с аккумулятором компания нас не обманула, подтвердила свой статус и все полностью соответствует. Также, что меня порадовало, это классная камера, как по мне. Стандартно присутствует различное множество интересных настроек от компании. Основная камера у нас на 13 мегапикселей. Видео записывается в формате Full HD. Я сделал пару снимков, записал видео. Это все вам покажу. Хочу сказать только лишь то, что мне в целом понравилось, как снимает данная камера. Как по мне, не хуже, чем Redmi Note 3, чем Redmi Note 2. Очень даже достойно. Автофокус срабатывает в любых режимах отлично. Макросъемка на дальние объекты. Видео фокусируется тоже супер. Вспышка тоже отлично работает. Ну, то есть, по камере, я думаю, что для тех, кому нужно хорошее качество, вы будете довольны, потому что картинка действительно четкая. Вот я сделал фотографию, и вот сдалека, очень далеко объект, но номер отчетливо виден. А фотография, вот машина, это, ну, вот на таком расстоянии находится. Вот представьте. Вот такое вот качество. То же самое. Вот. Поэтому по камере у меня никаких вопросов. Мне камера понравилась. Xiaomi Redmi 3 в нашем обзоре, в ассортименте сейчас есть только такой вот вариант. Это White Silver. Есть в продаже еще Black Grey. То есть, черный спереди, сзади такой темно-серый. И будет вариант в золоте. Точно так же по аналогии с Xiaomi Redmi 3. Также по информации от производителя, есть такой момент, что данная модель так же будет выпускаться без вот такой вот шлифовки. Кстати, эта шлифовка, она никаким образом не ощущается пальцами. То есть, оно просто прикольно выглядит внешне. Поговорим о плюсах и минусах этой модели. Я уже сказал свое мнение. Мне не нравится этот дизайн. Мне не понравилось то, что нет подсветки клавиш. Мне не понравилось то, что корпус не супер монолитный. То есть, вот все-таки вот применение разных материалов задней крышки, оно дает о себе знать. Но в целом все собрано неплохо. Мне не понравилось то, что прошивка сразу же с завода идет не полностью с русским языком. И все-таки нужно заморачиваться и прошивать этот смартфон. Ну и мне очень, меня, наверное, больше всего, что меня разочаровало, потому что это все-таки незначительные минусы, которые я только что назвал. Это звук в наушниках. Мне звучание в наушниках, ну, очень не понравилось. Из достоинств, конечно же, это аккумулятор, конечно же, это металлическая задняя крышка. Это не лопатоподобный размер. Это удобная модель, действительно, по размеру. Он довольно-таки тонкий при своем аккумуляторе в 400 мА. Интересный процессор, интересная камера у него, хороший, яркий, сочный экран по технологии IPS OGS со стеклышком Dragon Trail, скорее всего, по аналогии с Xiaomi Redmi Note 3. В целом, я не могу сказать, что этот вариант на данный момент лучше будет, чем Xiaomi Redmi Note 2. Абсолютно. Эта модель сейчас идет дороже, эта модель идет новее, сырее, чем Redmi Note 2. Ну, поэтому вот какая-то вот такая вот информация. Выбирайте, конечно же, то, что вам хочется, то, что вам нужно. Но, в целом, я бы не ставил крест абсолютно на Xiaomi Redmi Note 2 и в пользу данной модели. Ничего сверхъестественного в ней я не вижу. Да, это классный вариант, и ему нужно дешеветь, и тогда это будет действительно стоящий вариант для приобретения. По дизайну могли бы что-то придумать более новее, чтобы что-то отличалось уже от предыдущих версий красного риса. На этом все. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь в группу, заходите к нам в интернет-магазин и покупайте Xiaomi Redmi 3. С вами был Александр. Всего доброго. С вами был Игорь Негода.